Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев встретился с жителями села Березовка. Цель ее вывезита была озвучить решение правительства о переселении населенного пункта. Узнать о своей дальнейшей судьбе в плане перемены места жительства пришли все сельчане. Когда же жители Березовки и Бестау смогут получить новое жилье, расскажут наши корреспонденты. Сельчане собрались в Доме культуры задолго до приезда заместителя премьер-министра. Всех их волновал один вопрос – когда же они смогут покинуть свое родное село и переехать в более безопасное для здоровья место. Ведь недомогание они чувствуют до сих пор, а дети продолжают падать. Сейчас в поселке, конечно, ажиотаж идет, то, что все готовятся к переселению. Многие еще ничего не знают, еще не в курсе их, что именно как, какие квартиры, кому что попадется. У многих есть много вопросов, все ждали этого собрания. А насчет детей, да, продолжают падать до сих пор. Слышим то, что ездили в Талап подыхать. Ну, многие матеря жалуются, говорят, что им даже не сообщают, что дети падают. Знаю, что начали падать новые дети. Вопрос о переселении жители поставили перед заместителем премьер-министра еще во время его первого визита к ним в село 8 месяцев назад. Именно тогда была создана рабочая группа, которая исследовала причины падения детей и недомогания взрослых. В Министерстве национальной экономики было положительное заключение по отношению расширения санитарной защитной зоны. Для того, чтобы расширить производство Харшаванатского объединения, это заключение руководством Харшаванатского объединения было принято. Теперь ваш поселок Березовка входит в санитарную защитную зону. И правительством это предложение принято. Правительством принято решение по отношению финансирования вашего переселения. Второй вопрос. Сейчас создана специальная рабочая группа, которая конкретно каждому человеку с каждой семьей занимается по отношению переселения вас. В ходе собрания выяснилось, что в переселении нуждается 469 семей. На каждого человека предусматривается 15 квадратных метров. Также будет денежная компенсация и подъемные на каждого члена семьи. Однако сумма пока не уточняется. Конечно, осталось еще много невыясненных вопросов, говорят жители. Однако переселением они довольны. Те вопросы, которые мы сами себе выбирали, хотели их задать, где-то мы получили ответ, но неполный ответ, вы видите, как нам отвечали? Нам хотелось бы получить, конечно, от власти конкретно вопросы. То, что будет создана там комиссия, уже две эти комиссии прошли. Вот это и волнует людей. Первые 127 семей переселят в два многоквартирных дома. Ремонт в них практически закончен. Сдача в эксплуатацию планируется в октябре текущего года. Оба дома построены частными инвесторами для жителей города Аксай. Однако руководство КПО обратилось к застройщикам с просьбой реализовать дом по программе переселения жителей Березовки и Бестау. В доме будет, кроме того, что стандартный вариант, в частовой отделке. Зайдете, посмотрите. У нас тут приведена еще оптиковолоконная связь полностью. У нас здесь будут стоять кухонные гарнитуры, вся сантехника, газплита, вытяжные шкафы. Также будут оборудованы посудными помещениями. То есть мы это сейчас в переговоре с КПО введем о увеличении цены в связи с дополнительными затратами. Примерно квадратный метр сколько будет стоять? Я думаю, пределы 200 тысяч. Переселение жителей села Березовка пройдет в два этапа. Первые 127 семей получат свои заветные квадратные метры уже в этом году. А к концу 2016 года, как заявил глава региона Нурлан Ногаев, в селе Березовка не останется ни одного жителя. Собственные квартиры получит каждый. Олег Великий, Марлен Искалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Тумар, подаренный президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президенту США Бараку Обаме, стал предметом судебного разбирательства. Уральские художницы, которые разработали его дизайн, подали в суд на известную компанию Адемий Ай. Они утверждают, что нарушены их права и требуют почти 10 миллионов тенге за материальный и моральный ущерб. Традиционный казахский оберег Тумар Нурсултан Назарбаев подарил Бараку Обаме в 2012 году на саммите по ядерной безопасности. Дизайн был разработан уральскими художницами Натальей Бриксой и Раисой Алексеевой. Женщины говорят, что каждый элемент их работы приносит удачу. Ведь недаром Обама победил на выборах. Тумар помог. Каково же было удивление дизайнеров, когда они увидели, что их работу в несколько видоизмененном виде продают другие производители. Мы пробовали дозвониться в эту фирму, пробовали связываться с людьми, которые сделали этот Тумар. У нас не получилось. Со многих городов нашего государства нам приходили, когда приезжают в нашу фирму, говорят, что мы видели ваши Тумары, они продаются там в Петропавловске, они продаются в Караганде, в Атырау. Мы говорим, мы там такую продукцию не выставляем, которую они выписывают из материала, который вот вы сейчас видите. Мы зарегистрировали свой Тумар, вот который вы сейчас видите, в 2010 году. А создан он был в 2002 году. У нас документальные, у нас есть свидетельства из Министерства юстиции, у нас есть все подкрепляющие документы. Сейчас художницы обратили суд. Ответчиками выступают компании из Алматы, Адеми Ай и Адеми Ай Плюс. Их работы выполнены с использованием не природных, а искусственных материалов. У нас огромное количество работ. Но почему-то Адемай выбрала ту работу, которая прошла в средствах массовой информации, как подарок для президента Америки. То есть это та вещь, которая была увидена, услышана и стала приобретаться. Поэтому они и как бы из всего того богатства, которое мы создали за 15 лет, выбрали именно эту работу. Юрист Шакир Суханбердин отметил, что в Уральске он вел несколько дел, касающихся нарушений в сфере авторского права и интеллектуальной собственности. К примеру, по иску фотографа Владимира Абдулова к управлению физкультурой и спорта удалось отсудить более 4,5 миллионов тенге. Эти компании, просто-напросто украв право без разрешения правообладателей, тиражируют на всю катушку, не используя вообще ни ту технологию. И по всему городу, по всему городам Казахстана ее продают, афишируют это в интернете. Мы это узнали. Мы это все документировали, подали иск. Значит, мы оценили материальные претензии по 4,5 миллиона каждой фирме и по 100 тысяч морального каждой фирме. Две фирмы. Две фирмы. В итоге сумма на 10 миллионов. В компании «Адемиай», офис которой находится в Алматы, на наш запрос пообещали ответить через юриста. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. На основании мониторинга безопасности продукции и установления фактов реализации на потребительском рынке Западно-Казахстанской области фарша из мяса птицы, не соответствующего требованиям технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и в часть ее маркировки, главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухаммед Арыспаев постановил запрет на ввоз некоторых продуктов, привезенных к нам из Российской Федерации. Исследована продукция фарша из мяса индейки и в результате которой выявлены продукции салмонеллы. Плюс еще, данная продукция не соответствует части ее маркировки. В связи с чем вынесено постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области о приостановлении реализации на территории Западно-Казахстанской области продукции из мяса птицы, замороженный фарш из мяса индейки хуторской, производство СПК Курников, Российская Федерация, город Саратов. Республиканская акция «Дорога в школу» проводится повсеместно. Наши корреспонденты побывали в среднеобразовательной школе номер 10, в которой сотрудники Департамента агентства Республики Казахстан по делам госслужбы противодействия коррупции по Западно-Казахстанской области вручили детям необходимые вещи для учебы в школе. В каждом учебном заведении есть семьи, у которых нет возможности полноценно собрать ребенка в школу. Но благодаря благотворительной деятельности многие получают необходимое. Отрадно, что и госслужащие не забывают про маленьких жителей нашего города. Сегодня руководство Департамента поздравляет детей с новым учебным годом. И сегодня в среднеобразовательной школе номер 10, город Уральск, Департамент помогает детям из-за малобеспеченных семей. И, конечно, мы купили все необходимости детям. И, конечно, не только в этой акции и департамент активно участвует в таких акциях. И я думаю, что это и в следующих годах мы будем поддерживать такую акцию. Родителям и их детям очень приятно понимать, что им уделяют особое внимание и не забывают перед началом учебного года. Я учусь в третьем классе. Большое спасибо за подарки, которые нам сегодня выручили. Мой внук учится в этой школе. Выражаю огромную благодарность спонсорам. Для нас очень важна подобная помощь. Желаю всем здоровья, добра и всего самого лучшего. Помимо вручения подарков детям и их родителям был показан праздничный концерт. Аиша Киреева, Дуриан Дюсимбиев, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин